Привет, друзья! Сегодня у меня для вас очень интересный бюджетный рецепт бутербродов, который можно приготовить как на завтрак, так и к приходу гостей. Я уверяю вас, эта закуска будет съедена первой. Все готовится из самых обычных и простых продуктов. Я беру подсохший багет и нарезаю его под углом 45-50 градусов, то есть так, чтобы площадь кусочков хлеба была большой. Если любите небольшие бутерброды, тогда нарежьте хлеб как обычно. Раскаливаем сухую сковороду на огне выше среднего и выкладываем на горячую сковородку наш хлеб. Три минуты хлебушек жарится на одной стороне и столько же на другой. Должна образоваться румяная корочка. Хлеб готов! Чтобы наши бутерброды были ароматными и пикантными, натрем их с двух сторон чесноком с солью. Это нужно сделать пока еще хлеб теплый. И разложить кусочки хлеба так, чтобы они не соприкасались друг с другом. И даем им отдохнуть. Делаем начинку для наших бутербродов. Для этого нам потребуется половина большой луковицы. Ее нужно нарезать мелким кубиком. И отправить обжариваться на небольшом количестве растительного масла на раскаленную сковороду. И еще натираем на мелкой терке одну среднюю морковку. И отправляем к обжаренному луку. Даем овощам стать мягкими. Буквально 2-3 минуты обжариваем. В измельчители я отправляю 100-150 граммов отварной курицы. Это может быть курица, например, вы варили бульон и у вас есть куриное мясо. От костей отделяем курочку и отправляем в измельчитель. Еще добавляем 1 средний соленый огурчик. Можно взять маринованный. Пробиваем блендером и потом добавляем овощи. Овощи должны быть остывшими. Получается прекрасная паста или намазка для бутербродов. Добавляем еще соль и 1 столовую ложку майонеза. И все перетираем вилкой. Эту, кстати, намазку можно хранить в контейнере несколько дней. Красивые, очень вкусные, интересные бутерброды готовы. Осталось их украсить. Можно это сделать с помощью свежей зелени. А можно и не украшать, а съесть так, как вот сейчас я показываю вам на видео. Если нравится рецепт, буду признательна вашим лайком. Есть вопросы, спросите в комментариях. Делитесь этим видео со своими друзьями в различных соцсетях. А я вам желаю хорошего настроения, здоровья. Говорю огромное спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч, до новых рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok